Были и в чёрную, и в камуфляжную. Вот из них я одну видела в чёрной, и всё. А остальные в камуфляжной? Да, да. Одного видела в чёрной одежде. Какая? Тоже была военная какая-то чёрная? А, не помню. Была в чёрном, а вот так и нет. Остальные в камуфляжной? Я не запомнила. А те были в камуфляжной, которые с машинами. Ещё тогда такой вопрос. Когда вы были, когда вы сидели там с ползами, были ли из террористов одеты в игру в форму? Вот не такую, какую вы видели, когда бежали они, а ещё что-то новое. Что-то другое на них. Я не видела. Но те, кто был в ползами, да? Да, те, кто в ползами. Ну, заходили, одни заходили, выходили. Но я даже не запомнила. Они не просто форма, визуально туда не зашли. В какой? Короткие у как-то, вовки, смартинные, камуфляжные. Спартинные даже за неё подукрыты. Я сидела вон где, в Машдома, Кашкадарной. Они даже на себе смотреть не давали. Посмотришь, нанимаю клипу. Умирать хочешь? И всё. Хорошо, да. Ещё готовить, мама. Вы убирали территорию школы с утра ещё, да? Да, убирали, я так говорю. Да. Внутри убирали, территорию не убирали? Нет, в территорию я там подняла. Там тоже. Когда? Там я подняла где-то 31 утра. А, 31 утра. То есть на территории, где должна была быть линейка, вы там год первого часа не проводили, да? Нет, я 31-го подняла. Я 31-го убрала, 31-го подняла, чтобы мне уже не убирать. Хорошо. Тогда ещё такую вам вопрос. Вот вы говорите, вам сына надо было тоже отвезти в школу-интернат. Да? А сколько вы должны были его отвезти? Ну, до Шамшахат, ну. Пожалуйста, по-русски, скажите. Десяти. Скажите, 10 вы должны отвезти? Да. Полчаса назад, вы сказали, минуту назад, что к полдесятому. Десяти, да, вот так и надо было отвезти. А я не пошла, я хотела здесь посмотреть. Десяти. Линейку. А вот скажите, Зарима, каждый год в первой школе линейка начиналась в 9 часов? Зачем? В 10-е начиналось. А вот в 2007-м году? Просто уточните то, что вы там работаете. Ну, что я могу на это сказать? Я же не знаю это. Ну, во сколько? В линейке вас сколько работаете? Сколько лет? Я 13. 13 лет работаете. Во сколько обычно начиналась линейка в предыдущие годы, до 2004-го? Ну, в 10-м числу начиналось. В 10-м. Ну, это тоже нет. И там этот у нас не было. Пока мы привозили аппаратуру с этого, с ДК. Вот поэтому не было так. А теперь у нас, нам подарили, в школе подарили аппаратуру. И этот говорит, как ее? Давай, говорит, пораньше сделаем. Потому что было жарко. Так. Сильно жарко. Вам подарили, значит, в школе подарили аппаратуру, да? В 2004-м году, да? В общем, на 2004-й год уже в школе была своя аппаратура. Да, своя аппаратура, да. Они поэтому сделали, говорят, жарко сильно. Кто они и кто сказал жарко? Знаете, кто? Лена сказал. Лена кто? Организатор. Ну, с вами Лена. Косунова. Косунова. Она при вас это говорила? Ну, не, при мне она говорила, она сказала, говорит, давай сделаем пораньше, чтобы пораньше уйти. Она вам сказала, давай сделать пораньше? Нет, это вам. А где и кому она сказала? Учителям. При вас она говорила им? Я слышала, да. Когда это было? Это было, этого, первого. Первого сентября она сказала, давай пораньше сделаем, у нас будет своя аппаратура, давай сделаем, и чтоб дети у одной учительницы в ум рапа упал ребенок, и говорит, давай пораньше сделаем, чтобы уйти жарко было. Когда этот разговор состоялся, по-другому? Это первого было. Во сколько? Первого сентября. Во сколько? Во сколько? Пришли они, были. Да, пришли они, разговаривали, делали, делали. Вот так я слышала. Еще раз повторяюсь, вы 13 лет проработали в школе. 13. 13, да, в первой школе. Скажите, как раньше, во сколько раньше проводили дни, к первой сентября, день с нами? Ну, в 10-м часу. Я говорю, что в 10-м часу. Без 5-ти. Нет, ну вы там работали на половине 10-м часа. Мне помню, когда в 10-м часу начинали, но я с часами не смотрела. Важно, конкретно кто-то предупреждал с такими-то часами, что там было все готово. Потому что линейка начнется во сколько? Уроки во сколько начинаются? В полдевятого. Это же точно, линейка во сколько должна начинаться? В 10-м часу? Это учебное заведение. Что за 3-е? Четко должна быть обозначена это, да, в течение времени? Ну, я же не проводила, я же не знаю. Ну, вы там работали. Ну, я работала и... Все я должна знать было. Ну, вы там жили. Ну, жила и что все должно было знать. Они мне говорили, что... А в 2004-м часа 4-е началась раньше из-за того, что приобрела школу аппаратуру? Да? Ну, аппаратура была, я говорю, давайте сделаем его в 9 часов. Еще кто-то по-другому вам сказали сейчас. Кто-то еще в предыдущие годы по-другому вам. Ну, он в чеченнице ребенок. Из-за этого тоже? Да, вот за это, говорит, давайте сделаем жарку, по-масиме. Давайте мы где-то пораньше, чтобы пораньше выйти. В школе, как говорится, при вас. Вы, пожалуйста, когда выберет весь акт в жарке. Тогда ваш с ним тоже работал? Нет, мы не работаем. Сторожами вы не работали? Нет, другой сторожа. Нет, подождите. Вы не работали тогда с торожем? Я не говорю. Нет, работали, но в тот день мы не работали. Вы не работали? Нет. А скажите, вот когда восстановили актовый зал, да? Да. Кто за него отвечал, за этот актовый зал в школе? Лена. Ключи у кого? Ключи у кого? Гусуль Диновны, она отвечала. Все ключи у вас актового зала, да? Один ключ, да, у нее было. А у Моркова кто-то оставил один? Курку, я не знаю. Ну, вы же... Я на первом этаже работала. На первом? Да. Ну, спасибо. Я на первом этаже работала, а Белла Кукуева работала на втором этаже. На втором этаже? Да. А скажите, вот вы же знаете, там есть помещение для киномеханика? Да. Есть, да? Да. Вообще-то для чего-нибудь это помещение поменялось? Ну, это было всегда закрыто. Всегда, да? Да. А там нет. Она была закрыта и этим, железой прибита. Да. Поднаем ли? Да. Железом? Да, железом. А? Завалово, да? Давно это было, не работало ничего. Давно это было. Вы видели дверь открытой? Ну, железо было прибито давно. А вот еще такой у меня к вам работал, вот по поводу столовой. Скажите, вот с первого числа начинала работать столовой в первой школе? Нет. Нет? А вот когда она уже начинала работать? Ну, когда группы бывали, вот тогда начинала. Когда группы собирали, бывало вот тогда. И еще я хочу вот уже как бы дополнить то, что когда в школу принимали от дежурства, двери не закрывались. Я тоже себе делала. Какие двери? Проходной двор, вот входная дверь в школу. Я тоже недавно часто приходила, проходившись в этой двери в школу, эта дверь постоянно хлопала, так звонко, даже пружина на двери. Я говорю, ну проходной двор, я говорю, где этот сторон, где-то людей, куда они смотрят? Там посторонних никогда не ходили. Ясно, ясно. Мы вашу позицию поняли, вы утверждаете, что она закрывалась. Есть люди, которые говорят, что не закрывалась. Все, вы поняли. Мы просто доверяем вам, сторожам, директорам, вы знаете. Я не знаю, что мне никогда не было. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что директор школы проверял. Она приезжала для проверки? Приезжала. А она звонила? Сюда, сюда слушайте, сюда. А она звонила во время путешествия? Телефон в школе был рабочий? Был, в учительстве, в учительстве. Где было ваше место, где вы должны были сидеть? Наше было внизу. А именно где? Там в классе одна комнатка была. С левой стороны показываете, да? Да. Это на первом этаже? На первом этаже. А там ни окна, ни это было ничего, что нам там делать. Ну, она вас приезжает, да? Кто-то приезжает проверял на вас. А, скажем, ночью не звонила? Ночью тоже два раза звонила. Каждый день, два раза? Звонила. Каждый день, два раза? Ну, не каждый день, но звонила. Ну, иногда. Лиетка, скажите, пожалуйста, а вот сотрудники райотдела, скажем, участковый, потом еще, возможно, проверял ваше дежурство? Когда-нибудь? Нет. Не звонил, не приходил. То есть вы никогда такого не помните? Нет. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот когда вы убирали первый этаж? Вы сказали, что убирали его 1 сентября, а утром, да? А почему вы ночью не убирали? А утром вы отдыхали? Ну, ночью уже не убирала, потому что устала я. Столько покрасить там. То есть вы спали ночью? Ну, как я спала. Ну, как вы отдыхали ночью, скажите, пожалуйста? Как отдыхали? Не отдыхали. А что делали? Сидели. Сидели. В карты. В карты, в телевизор смотрели. Скажите, пожалуйста, когда вы убирали утром 1 сентября или в другие дни, в конце августа, 1 этаж, вы не обратили внимание на то, что пол библиотеки изменился? Допустим, новый линолеум, 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 окраска или линтусами не стелись? Там ремонта никогда не было. И в том году тоже было? Никогда. Там ремонта не было. А в библиотеке создала, что и не было? Сейчас. Как там было? На 25-го там полмариняли. А вы не видели ничего? Ну, там меня никто. Менял Саша, там менял. Ну, вы же говорите, что не было никогда. Нет, меня там просто поломалось один это. Я не поменял, и все. А так ремонт там никогда не было. Никогда не было. Доска у меня, линолеум меня. Да, поломалось. Ремонта никогда не было. И Саша сделал. Саша кто? Михаил. Михаил. Михаил починил ее. И покрасили потом. Скажите, пожалуйста, когда в библиотеке сделали ремонт по... То есть 13 лет не делали? Не было. Вы ремонт по вам, доску заменить, это тоже ремонт называется. Мелкий, но ремонт. Ну, одну доску, а он заменил, и все. А где это он заменил? А я не знаю. Не рассказываю. Просто дело в том, что если кто был, то помню, что там были доски. Но когда это делалось? Год назад, 5 лет назад. Не помните? Или никогда не делалось? Там никогда не делалось. То есть 13 лет работы никогда не делалось? Не было там ремонта. А вы вообще убирали библиотеку? Ваши обязанности входили в убирать библиотеку? Я убирала. Значит, это ваша территория была, да? Наша была, но только месяц я убрала, и все. Потом меня в класс перевели. Чтобы я класс убирала. А библиотеку нет. А библиотеку потом начала убирать Люда. Кто это? Это, Сгоева. Это библиотека сама, что ли? Ну, это, Сгоева, Люда. Ясный вопрос, пожалуйста. Вот Зарема Каспалатовна сказала, что она не видела там знакомых. Николайки не было. Зарема, ты меня знаешь? Я тебя знаю. Ты видела в ту ночь, что мы гуляли там с внуками и соседями? Видела. Иногда видела, да. Не иногда, а очень часто. В ту ночь, в 31-го. В ту ночь, в 31-го. Я хочу пояснить. На порожке сидел мужчина. На порожках, верхом на стуле. Вот, стук от себя вот так вот. И сидела вот так вот операция на него. Властик, может, я не запрашиваю. Не запрашиваю. Почему она чувствовала? Как? Мы вас попросим, вы все это расскажете. Нет, я просто хочу ей сказать. Она говорит, что посторонних там не был. Вопросы вы задавайте. У дверей стоял мужчина тоже. Вот так вот рукой держал. Дверь была полуоткрытая. Внутри сидели там несколько человек, полутруга. Играли в нарды. А в нарды играли. Батагов, вопрос есть? Нет, я просто хочу знать, кто эти были незнакомые люди. Как она думает? Я знаю ее сына? Вы видели в тот вечер, 31-го числа, значит, Батагову по дворе школы с внуками гулять? Время, время во сколько? В 31-го я ее не видела, но другие дни я видела. Да. Ты говоришь, что там твой сын, Згоев, там был Шутаев. Они там были. Ты как думаешь, я их знаю? Згоева, Шутаева я знаю? Знаешь. А этих людей я не знала. Так, понятно. Кто были эти люди? Я как сторож хочу тебе задать. Ну, я их не видела. Что я видела и знаю, вот это я и говорю. Ну, то, что ты не видела, у нас в кладбище, понимаешь? Все, все, Батагову. Хочу подбить. Она говорит, 6 часов двери школы были закрыты. Я с 31-го, в 12 часов пришла в школу, подбор школы, потому что наши дети, их было где-то 12-13. Наши пацаны были в школе, сидели в школе, вот где они, турники где были. И я пришла. Ну, я правда никого не видела, но двери школы вот так настиж были открыты. И горел свет. Когда, ну, там, конечно, горел свет, потому что... Да, ну, двери школы. Я вот хочу подбить то, что двери школы, настиж, вот эти три месяца были каждый день открыты. Это я могу подбить для нас сразу, для поздна, потому что она прекрасно знает, мой сын, во сколько был в школе. Он допоздна, почти все наши мальчики были допоздна в школе, потому что им негде было играть. Это наш двер тоже был. Я могу сказать, что эти двери постоянно, каждый день, допоздна, я не знаю, во сколько они закрывались, открывались. Единственное, я могу подбить, что двери эти школы вот так настиж были открыты. Они были открыты, когда они там время делали, и бывали тоже, и допоздна бывали. Да, ну, не а что, я не знаю. Михайлов и... Так, подождите, 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 все, 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 успокойтесь, подождите. 80-летний старик, который менялся. Только вопросы. Да. Пожалуйста. Гадина. Зарима, а вот у ребенка, у ребенка, когда начался ее университет? Ну? Учительница по рисованию. Когда она начала надеться, она поднимет и ремонт? Ой, даже вот это я не знаю. Ну, шарфты косы мои. А в августе? В августе. Да. А вы видели? В середине августе уже она начала. Вы этих мужчин видели? Я видела. Ну, какой национальности они были? Ну, они со мной не разговаривали. Ну, вот... Мы вот со Светой прошли, как-то прошли по коридору. И этот... Она говорит, а ну-ка, посмотрим, что она делает. И заглянули туда. И она говорит, кто, говорит, эти тебе? Говорит, это мои хорошие друзья. Она ответила, мои хорошие друзья. И она, говорит, засмеяла. И говорит, может, любого кто-нибудь. И все. И очень. Зарима, а вы слышали, что потом вроде бы кого-то она узнала в спортзале? Да. Услышала. Она сказала, что перед сентябрем, в один из дней, утром, рано, 27-го и 28-го, она шла на работу. И... Да, в 7-20, да, она сказала? К школе подъехала машина. Ну, знаешь, да, она сказала? И оттуда мужчины... В общем, поднимали. Заносили тяжелые мешки. Когда она подошла к вам и спросила, что... Подождите. Не рассказывайте показания других свидетелей. Хорошо. Вы только спросите. Как вам 28-го августа видели в Узнаву во дворе школу? Я ее не видела. Например, я ее не видела. Ну, она сказала, что вы стояли около машины. Как я должна около машины стоять? Как? Что я за вход была или что-нибудь? Зачем мне эти принимать? Я уже не за вход была. За вход все принимала, а не я. Вы шпатики привозили в школу? Я доски привозил. Доск, доск. Когда вы возили в стройматериал? Доск я возил где-то... Валерий, но... Где-то посреди. Тестиметровый доск. Ни шков там не было, да? Ни шков не было. Тестиметровый доск привез и разбили мой сын, и мой сын. И после того, что там был. Тестиметровый доск, и шестиметровые доски Михайлов делал ремонт. Тестиметровый, а потом второй раз привез, тоже где-то, ну, а второй... Сегодня, например, шестиметровый, на встрече я не положил, что привез, потяните. И я привез, опять его сын и мой сын. С двоем? С двоем, да? Да, с двоем. А она сказала, четыре, да, человека было? И там еще... Еще два старика там будет. Да. Михайлов? Два старика, и Анна Торькова, и Анна Торькова, и Анна Торькова, и Анна Торькова. А кто они видят? Не знаю. Так, задайте вопрос, чтобы услышали ответ. Вот я опять спрашиваю, Гутнова утверждает, что она видела вас и вот эту машину, что ее разгружали? Гутнову она не видела, уже ответ прозвучает. Что там разгружали и когда, скажите, спросите. Что разгружали с этой машиной? Когда, премьер. Когда? Она машину не видела. Я не видела, я просто увидела такие машины. 28 августа. Завозили ли какие-то материалы или что-либо? Автомашина была во дворе школы? Газель только заезжала. 28 вы дежурили или кто? 28 вот это я не помню. Ну посчитайте. 30-е, то 29-го вы ведете, да? 29-го. Ну, 29-го мы. 28-го. Значит, 28-го не вы дежурили? Нет. Значит, Гутново ушел, да? Ну, хорошо. Вот многие потерпевшие, многие заложники утверждают, что когда на вашей улице есть окна, то под окнами был насыпан мусор, строительство. Да, там было мусор. Когда вот это все мы убрали туда, скинули, и мы не успели его вывезти. Потому что уже собирались дети и не успели. Это был весь мусор со школы? Да. Со школы. Со второго этажа. Когда вот этот пол сделали... Откуда выбрасывали его? С первого этажа. С места второго. А что за мусор? Да, вот когда вот это все, этот пол сделали, все. Вот это мы забрали и выкинули. А что за мусор был? Плоски были? Какой мусор там был? Какой мусор был? Мусор какой был? Ну какой там. Ну какой там. И штукатурка, и досок этих. А все? Половинки. Ну и вот эти вот, все вот эти вот. А там мелкие вот эти? Мелкие вот эти, да. И все. Вот такой мусор. Да, не успели. Еще за ремонт. Вот все лет, не лето, вот в конце лета дети стали говорить, что в школе не успели сделать ремонт и начало занятий перенесут. Как они не успели? Нет, ну все дети вот буквально... Вопрос задания. В чем заключается вопрос? В чем вопрос? Была ли вообще такая информация, что перенесут начало занятий? Я не слышала. Не слышала. И вот еще один такой вопрос. Ваши сыновья были все три дня в старушке, да? Да. Больвики вообще туда не заходили, да? Не заходили. Они вот все котельную проверили, школу маленькую проверили. А туда не заходили? Туда не заходили, туда никто не забежал, и поэтому, видимо, не заходили, он свет не зажигал. Зарема, вспомните, вы звонили к Цариковой и говорили, вот к Цариковой в конце августа, вот вообще в середине августа, и звонили и говорили ей, что в школу кто-то что-то ночью заносит. Я никогда не говорила, сколько раз я сказала, никогда. Кто это придумал, это я не знаю. Никогда этого не было. Ну, мы сейчас разыскивали видеоархив, и у нас не получается. Я уже многим просила. Но много людей, и в газетах тоже это было. Когда, вот, когда Зарема в первые дни сентября, вот после уже развязки этих событий, когда она кричала, я знала, что там что-то будет. Вождение Таранда Ржакова, Сударта Пахашинский давала. Кто это сказал, приведите ко мне, кто, когда я сказала, откуда они их придумали, я не сказала. Значит, вы такого не говорили. Не говорила никогда, я не сказала. Да, вы только садитесь, правда. В больнице ты говорила эти показатели. В больнице. Я там уже не говорила. Я уже всех предупреждал из зала, чтобы не было реплик никаких. Кто хочет задать вопрос, пусть поднимет руку и задает вопрос. Я не знаю, где они их придумали. Скажите, пожалуйста, в какой месяц срубили деревья и кто вот это распоряжение? Вот откуда вы пришли? Это где-то было в марте. Ну, какого числа, я не знаю, но было в марте. В марте какого года? 2004 года? Я нахуды, конечно, не знаю. Ну, март помните, а год не помните, что ли? В том же году, когда ты рак был? Нет. А когда? До Ирцовой. В марте какого года? Я нахуды, конечно, не знаю, я не знаю. Знаю, что март был. Не знаю, насколько я помню, как говорили. Ну. И вот видел, она за голову, когда он приходил утром в 7 часов, чтобы открыть спортзал, проветрить. Вроде бы, сколько там тоже дети вот учились, и он 1 сентября никогда там очень преподавал. Видели ли вы учителя физкультуры? Да, да. 1 сентября? Да, 1 сентября. Утром во сколько? В 7 часов. В 7 он пришел, это я не знаю, но он приходил. Когда он приходил? 1 сентября? 1 сентября он не приходил. 1 сентября он пришел к работе уже. Да, и не надо было продействовать, но в зале там же. Ну что, хочу так сказать. Ваша честь, я думаю, меня мои коллеги поддержат. У меня такая просьба, к Сидору, занести в протокол следующую запись. Учитывая, что данному свидетелю у меня есть множество вопросов, очень много вопросов, и думаю, что они будут существенно иметь значение по делу. Но принимая во внимание вот по самому глубому подсчету, я уже давно сбился со счета, свыше 60 вопросов мне было поставлено. И исходя из тактико-психологических соображений, мы будем настаивать на вызове в допросе свидетеля Дегуровой в дальнейшем повторе. Более того, не хочу вдаваться в никакие подробности, я просто свои соображения говорю. Вот из большинства всех поставленных вопросов, подавляющее большинство были наводящие вопросы, и подавляющее большинство вопросов повторялись по нескольку разу. Поэтому вот сейчас я просто не вижу никакой возможности задать те вопросы, которые считают существенными. Вот такую запись прошла сделать протокол, и пока все. Вопросы в вашем протоколе по этим соображениям. Уважаемый суд, а можно перенести ее допрос на, допустим, следующее судебное заседание? Зачем мы ее вызвали? Попомниться, еще можно вызвать ее. Это Дангельев, позже, лучше, больше. Скажите, пожалуйста, сейчас я хотела бы у вас сказать, Вы когда попали в школу уже после теракта? Ну вот, Вы попали в больницу, да? Да. Вот выписались из больницы, Вы в школе были? Была. Была. Ну там еще 4 месяца проработали. Еще 4 месяца работали? Скажите, пожалуйста, вы прожила еще 4 месяца. Вы в районе библиотеки были? В районе библиотеки была. Скажите, что-нибудь Вы можете сказать по поводу полок? Ну, видели там, что творится в библиотеке? Я вот после теракта видела, да. После теракта видели, что Вы там увидели? Ну, были ли там скрытые полы? Были. Скажите, когда были скрытые полы? Вам что-нибудь известно по этому поводу? Когда были вскрытые эти полы? Когда подняли пол? Я не знаю, но во время теракта наверху. То есть Вы ничего не знаете, Вы предполагаете? Во время теракта было вскрытые полы. Вы это видели? Я не видела, но... Вы предполагаете, так-то? Не знаю, когда... Скажите, пожалуйста, вот Вы говорите, что на первом этаже убирала женщина по имени Зарима. Зарима. Вы на втором этаже убирали? Я сама на первом этаже работала. Вы сами работаете на... На первом этаже работала. Вы работали на первом этаже? Так, я на первом этаже. Скажите, пожалуйста, в ту ночь с 31 на 1 вы что-нибудь в школе необычное видели? Нет. Скажите, Вы ночью спали в школе? Как я спала? Ой, извините, у меня вопрос. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, может быть, я неправильно расценила? Вы очень, если пожалуйста. Вы сказали, что когда боевики загнали Вас в школу, да? Вы наблюдали, как грузовая машина, на которую они приехали, задом сдала куда? Входной дверь. Входной двери чего? Машины. В школы? В школы, да. Входную дверь к школе? Да. Вот туда находились? А Вы в это время где находились? В нас отдали в коридор. Вы были в коридоре? Да, вот оттуда смотрели. Я видела, вот оттуда. А что они из этой машины? Может быть, кто там выгрузился? Может быть, что-то выгрузили? Вы не видели? Нет, я не видел. Скажите, пожалуйста, а это была и вот та машина, на которой, по Вашему мнению, приехали те боевики, которые Вас захватывают? Вот эта машина. Это была именно та машина? Да, это машина. А вот скажите, пожалуйста, Вы эту машину сколько времени наблюдали? Вы же во дворе тоже в школе были, да? Я Вас правильно понимаю? Я во дворе была. Вот 1 сентября, где-то от 9 до 10. Вы были во дворе, что были? Да. Во дворе. Вы эту машину когда в первый раз увидели? Когда подъехала. Когда она подъехала. А люди оттуда, во сколько? Вот когда они стали эти люди покидать эту машину? Через 5 минут, 20 минут? Как это все было? По времени, ориентировочно можете сказать? Ну, через 5 минут вот так. Момент, как она подъехала, Вы видели? Когда подъехала, я обидела. Вы видели? Я обидела. И сразу через 5 минут стали оттуда выбегать люди? Вот в камуфляже, да? Да. Они были с бородами, с бородами. В масках. Они были в масках. А оружие, Вы разбираетесь в них немножко в оружие? Какое у них было оружие? По автоматику, по-моему. По-моему, были автоматы. Хорошо, спасибо. У меня нет. Можно еще? Да. Команецова. Вот она как... Ну, она была там сторожем. Я вот ее хочу спросить. Но до теракта там были кражи. Там кражи компьютера и еще чего-то. Может, Муртазов знает, но у нас как? Так, не обращаясь. Хорошо, да. Вот за это вот кто даже отвечал? Вот за эти кражи. Но она же все равно работала после этого? После этих кражей. Разбирались с кражей? Ну, она тоже могла. Были кражи у нас компьютера? Что-то ответственность понесли? На кого-то возложили вот из-за того, что он плохо работает или что-то там? Вашу смену это произошло? Нашу? Вашу смену. Наказали вас за то, что в вашу смену это произошло? Нашу смену это сказали. Важно так сказать. Вашу, в вашу смену поругали только, да? Вашу смену это произошло. Да. Вашу смену это. Вашу смену это. Еще извините, можно вопрос? Почему? Еще извините, у меня там пару вопросов. Скажите, пожалуйста, а вот кто с вами еще был в коридоре на тот момент, когда пообинали машину? Все были люди. Ну, конкретно, можете хотя бы одному назвать по фамилии? Ну, я не знаю, как. Все были люди там. И я была, так посмотрела. И вот так я это видела. Вы что, не можете по фамилии нас вспомнить людей? Вы их не знаете? Ну, конечно, буртом были люди там все. Хорошо, скажите, пожалуйста, когда вас в школу загнали, боевики там были или еще нет? Где? В школе. Внутри? Да. С верхних этажей, может быть, кто-то спускался. Я не видела, когда нас загнали. Я же говорю, когда вот оттуда бежали, те забежали в коридор. Ага. Хорошо. Ну, ладно, но если вы вспомните, вы можете вспомнить людей, с которыми вы стояли в коридоре? Но быть такого не может. Господи, небеслан такой маленький, вы тем более так много там работаете. Неужели вы никого из них не знаете? Меня же буртом загнали, мы были все буртом, откуда я знаю. Все, понял. Просто мы тогда забегали. Еще один вопрос. Я забегала, облинулась, машина уже стоит там. Ага. Еще один такой вопрос вам. Скажите, пожалуйста, вот вы все-таки там как бы выполняли функцию сторожа, ваш сын там, вы ему помогали наоборот. Вот не ставился ли вопрос вот вами как сторожами, что вы поставили, может быть, тревожную кнопку, ну, какую-то сигнализацию, ну, мало ли что. Вот перед директором вы такой вопрос не ставили? Не знаю, я ничего не слышала, там был компьютер, и там был этот… В компьютерном классе была сигнализация? Да. Только в компьютерном классе, да? Да. А скажите, пожалуйста, а вообще вы не слышали, чтобы обсуждался этот вопрос на уровне учителей, на уровне директора школы? Не слышали, да? Да. Спасибо. Скажите, пожалуйста, у кого были ключи от ворот в школу? От ворот? Да. И у меня были, и у Саши были. Вот вы сейчас показали, что буквально в первую минуту захвата машина с боевиками, ну, машина неизвестна с чем, поехала прямо в школе и уже была готова разгружаться. А почему были ворота открыты? Ворота не были открыты. А тогда они что, ворота приняли? Да. Ну, зачем? Ну, как машина проявилась, когда ворота были закрыты? Поломали. Поломали. Поломали ворота? Да. Ну, то и сейчас как они поломали? Ну, вот так, бак, то я. В машину, да? О-о-о. Да. Ну, хорошо. Значит, на сегодняшний день ваш допрос окончен, но я вам напоминаю, что явки по вызовам суда. Значит, в случае, если...